Приветствую вас, уважаемые зрители моего канала. Сегодня хочу с вами поделиться одним очень быстрым, вкусным и при этом незамысловатым рецептом приготовления курочки в банке. Да, зададите вопрос, почему в банке, есть же пакеты, фольга. Я вам отвечу немножко попозже, почему в банке. Что нам понадобится для приготовления? Курочка, я буду использовать куриные бедра. Перец, перец нарезаю соломкой. Лук, картофель. Картофель использую средний и использую целиком. Если картофель крупный, тогда делю на несколько частей. Свежий чеснок, сушеный чеснок. Из приправ также использую аджику, сладкую паприку, смесь сушеных овощей, соль и помидор. Ну а теперь, друзья, приступим к готовке. Сначала начинаем с подготовки наших бедрышек. Бедрышки быстро засыпаем приправой и даем немножко, хотя бы минут 20 промариноваться. Хорошенько все перемешиваем руками. Отправляем 20 минут мариноваться. А за это время нарезаем, подготавливаем наши овощи. Хорошенько все стираем, чтобы приправа у нас равномерно разошлась по бедрышкам. Вот так вот, все у нас получилось. Пока наши бедрышки мариновались, мы подготовили овощи. И вот посмотрите, как я нарезал перец, лук, чеснок и помидоры. В принципе, как вам нравится, так вы и нарезайте. Как говорится, маслом кашу не испортишь. Ну а теперь сейчас начнем заполнять нашу трехлитровую банку. Начинаем с того, что на дунышко засыпем немножко наших нарезанных овощей. И после этого начинаем закидывать картошечку. И картошечку мы будем закидывать слоями. Немного картофеля и немножко овощей, чтобы у нас все равномерно перемешивалось и выглядело красиво. И сейчас я вам расскажу, почему я все же готовлю в банке. А не в пакете, не в фольге, не в горшочках. Я сначала выкладываю картофель в перемешку с овощами, а сверху выкладываю курочку. И когда ставлю в духовку, весь сок с курочки стекает равномерно, хорошо на картошечку. И картошка напитывается всем вот этим вот соком, маринадом. Овощи начинают тушиться в духовке. Картофель все вот это вот получает в себя. Теперь побольше помидорок. И делаем, накладываем наши бедрышки. Пытаемся их хорошенько все вложить. Вот так вот у нас получается. Если в одну банку у нас все не помещается, то можно взять еще какую-нибудь литровую, полтора литровую и поделить все в две банки. Как видите, друзья, у меня в одну банку все не влезло. Пришлось использовать глиняный горшочек. Заодно и посмотрим, где будет вкуснее и где быстрее. Но, как видите, горшочки небольшие. И если только надо было бы 3-4 таких горшочка, чтобы все у нас влезло. А в трехлитровые банки влазят на четырех человек вот спокойно. Посмотрите, как все красиво, аппетитно получилось. Очень красиво все смотрится. Ну а теперь убираю в духовку на 50-60 минут. Температура 180 градусов. И обязательно ставьте все в холодную духовку, чтобы банка не лопнула. Когда ставите в холодную духовку, проблем с банками никогда не будет. Включаем электродуховку, включаем вверх-вниз. 180 градусов и 50-60 минут. Теперь будем ждать нашего блюда. Через 50 минут посмотрим, что у нас получается. Прошло 50 минут. Как видите, картошечка кипит в собственном соку, в соку овощей. Вот все так. Отличный такой запах, аромат. Но я думаю, еще минут 20 пусть она постоит в духовке до полного приготовления. Прошло еще 20 минут. Достал горшочек. Смотрите, какая получилась красота. Сейчас все переложу в большое блюдо. И попробуем, что у нас получилось. А вот такая красота получилась в банке. Очень вкусный аромат. Все отлично приготовилось. Теперь будем пробовать. И посмотрите, какой сок. И вот в этом всем картошечка тушилась. Вот вам, друзья, ответ, почему я делаю это в банке, а не в пакете или в фольге. Ну и вот, что у нас получилось, друзья. А получилась целая супница вкусного картофеля с вкусными бедрышками. Все диетическое, как говорится, не жареное. Все тушеное. Очень, очень классный рецепт. Очень вкусное блюдо получается. Сейчас мы его и попробуем. Уже не терпится попробовать. Покажу, какая получилась курочка. Она мягенькая. Ломается одной вилкой. Взял перчик. Перец соленый армянский с чесноком. И картошка разваливается. Я уже знаю это блюдо. Оно мне нравится. Поэтому рекомендую Иван приготовить его. А сейчас попробуем. Да, друзья. Очень мягкая курица получилась. Реально вкусно. Соль добавляйте по вкусу. Я поменьше соли добавил. Но даже когда мало соли, очень вкусное блюдо. Картошка вообще получается бомбическая. Рекомендую, друзья. Приготовьте, не пожалеете. Даю вам 98%. А на этом видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...